друзья мои бажен александровны продолжается бажен александр вот очень много комментариев было вчера и вопросов а что же все-таки вы пьете шишу в понедельник начинаете раскройте нам секрет вот что вот в этом замечательном стаканчике с вот таким вот это реклама сейчас была неоплачена друзья что там раскройте нам пожалуйста секрет что вы там пьете короче это будет загадка друзьям и вот но мы сегодня вот на какую тему поговорим бажен александр не готова к теме потому что я не видел о чем был говорить не ростата рассказала о том что 10 процентов работающего населения получают зарплату ниже уровня прожиточного минимума то есть фактически нас каждый десятый человек работающий по найму получает денег столько что ему даже на еду этих денег не хватает а за прошедшие два года кризиса с 14 по 16 год количество людей которые могут себе позволить ну там любые приобретения кроме каких-то там крупных это мы говорим там о квартирах машинах тогда и так далее сократилось уже в два раза было где-то процентов около 30 осталось меньше 15 вот как прожить то на вот как как вообще люди вы думаете работают на зарплату ниже прожиточного минимума сложно сказать не буду читам наверно будет немножечко сложно если просто представить себе на месте того человека то ну как бы я нажимаю еще свое время в ссср и не думаю сколько мне лет просто хорошо выгляжешь и что ты делаешь на самом деле еще одну тайну повесим все не надо ну в любом случае я знаю что как бы люди которые жили когда-то и имели уровень зарплаты 50 рублей в магазине хлеб хотя был 20 копеек но 50 рублей считалось достаточно хорошей зарплатой можно было 250 буханок хлеба в принципе еще купить поэтому если уж действительно затянули пояса так что просто забу дыхание спорив сперла ребят ну чушь теперь делать всякое бывает бывает такие ситуации когда действительно ну невозможно жить что ж теперь поделаешь а как вырваться то из нищеты вот такой вот то что но это же бред когда человек работает он получает зарплату но получает он денег столько что он не может себе даже позволить еду мы здесь грим конечно же о еде там это хлеб гречка там до макароны явно без сосисок и как бы я считаю что не в этом счастье чем меньше есть тем дорогие выглядишь поэтому вы пьете водичку да кстати это действительно это обычная вода постольку поскольку скажем так мне просто наверное красиво мне нравится форма стаканчика всего на всего а вода это как раз вот тот продукт который весны за буквально смысле надо готовиться к лету ребят иногда закрывать рот и не надо есть в большом количестве как некоторые это делают вот именно поэтому мы вчера бажана александр на столе видели целый торт обратите внимание и вот нет покажу вот его нет остались так крошки немножко вот есть еще и все мы не позволяем себе этих роскошность каждый день этот крайне редкий день рождения у наших сотрудников не каждый каждую неделю даже поэтому мы себе можем это позволить любом случае мозг требует иногда сладенького поэтому мы позволяем я так думаю что тот кто получает зарплату ниже среднего уровня тоже можете позволить такую роскошную вещь раз в месяц скушать кусочек торта и тоже будет достаточно приятно поэтому как жить ну каждый должен составлять иметь пользу своим бюджетом даже на пять тысяч я как-то в маршрутке ехала дама рассказывает пенсионерка да 800 8 400 пенсия вот и подумайте как люди живут значит человек как-то живет я не представляю у меня у мамы пенсия 19 тысяч рублей я не представляю как на деньги прожить за выходные тратим порой бывает начать ну это опять же глупый генщик дело в том что мы с вами живем разными категориями естественно свой определенный запрос а человек имеющий такую зарплату и уже как скажем так или ту же самую пенсию он попадая именно в эту сумму как-то наверняка делить ее так чтобы можно было уложиться и купить то что надо не надо думать о том чего да хочется не спорю но тут ничего не поделаешь просто пенсионеры естественно если конечно физически ты способен и у тех все порядке головой и у тебя нету скажем так шизофрении чего-то еще ты можешь устроиться на работу если ты можешь няньки элементарно если как правило у каждого были 200 рублей в час замечательно в чем проблема консьержки да не сидите дома чего вы там делаете макароны что все время варите сейчас нас короче скажут сейчас нам скажут ах вы москвичи зажрались ничего так ничего подобного первых никакие мы не москвичи мы да кстати мы мы это как не сказала подушка когда приехала москву ты приехала москву покорить я прекрасно помню времена как я еще сколько это было лет назад лет 12 назад жил на 100 долларов это было 3000 рублей потом нашел работу и начал зарабатывать 5000 рублей понятное дело что это были но другие совершенно 5000 рублей нежели сейчас ничего жили как ты не жаловались жили ничего то есть в любом случае просто когда мы чего-то хотим нам нужно просто это делать не надо гнушаться и говорить о том быть я в политехническом институте работала в лихановке полы мыла и преподавала ничего страшного со мной не было вот это новости вот это новости оказывается у нас бажена александр работала так сказать у горшицы потому что тут лекция закончилась всех студентов по выгонял помыл полы потому что в свое время еще в 90-е года как бы зарплата как бы преподавателем изначально еще не будучи скажем так в опыте она смешная была что там было 120 рублей что с ней делать какие деньги были вообще просто вообще ни о чем а что-то а что-то надо делать естественно а тут 50 рублей два раза помыла и я честно говоря абсолютно этого не гнушалась абсолютно и поэтому если кто-то считает себе что это нельзя я считаю что деньги не пахнут и даже не рассказывайте если в данный момент возникает такая ситуация надо делать всегда с чего-то начинается хочешь делать не хочешь сиди в чем проблема полностью поддерживаю друзья на этом мы сегодня завершаем всем хорошего дня и пока